Всем привет, с вами Фокс и сегодня у меня на обзоре реплика активных наушников Peltr Contact 2 от компании Sky Tactical. Принцип работы данных наушников заключается в заглушении громких звуков и усилении слабых, тем самым уравнивая все звуки, которые находятся вокруг вас. Использовались данные наушники многими спецподразделениями USA.com. Также существуют две версии оригинальных наушников это Single.com и Dual.com. Single.com это когда у наушников находится один провод и звук поступает в оба наушника. И версия Dual.com, в которой находятся два провода по одному проводу в каждом наушнике. По желанию вы можете использовать две рации для того, чтобы звук поступал в каждый наушник, либо использовать одну рацию для того, чтобы звук поступал только в один наушник. У меня версия Single.com в цвете OD. Реплика от Sky Tactical внешне полностью копирует оригинальный 3M Peltr. В нижней части левого наушника у нас находится регулировка громкости. Всего у нас есть четыре уровня громкости. Включение и выключение наушников происходит коротким единовременным нажатием на обе кнопки. Выше на обеих наушниках у нас находится отсек для батареек, который находится под герметичной крышкой с резиновой прокладкой. Питаются наушники от батареек типа 2А. В передней части под ветрозащитой находятся микрофоны, а сзади на левом наушнике у нас находится вход для микрофона и переставлять его на другой наушник нельзя. Также на корпусе есть небольшое углубление. Это видимо для шлемов с защитой ушей. В базе наушники идут с обычными амбушюрами с пенкой внутри, а я же заменила на гелевые амбушюры для большего комфорта. Оголовье железное, обшито материалом по типу эко кожи. Давайте теперь поговорим об аксессуарах, которые идут к данным наушникам. Кнопки ПТТ, также как и сами наушники, бывают обычные, бывают милитари-версии. Обращайте на это внимание при покупке, так как милитари-версия может работать как с оригинальной кнопкой ПТТ, также и с кнопкой ПТТ своего производства. Также в продаже есть адаптеры и амбушюры от Sky Tactical. Амбушюрами я очень довольна, а вот адаптеры по отзывам не очень хорошего качества. Я бы вам посоветовала приобрести либо оригинал, либо от FMA. У меня адаптеры от FMA работают отлично. А теперь давайте немного сравним внешние отличия Комтакт 2 от Комтакт 3. У Комтакт 3 нет выемки на корпусе, меньше батарейный отсек, так как используется батарея типа ТА. На нем есть маркировка Пелтер. Также у Комтакт 3 другая форма кнопок управления, и они немного тоньше, чем у Комтакт 2. Также у Комтакт 3 есть возможность переставлять микрофон на любую сторону. Цвета бывают разные. В стрекболе в основном наушники нужны для антуража, ну и для защиты ушей. Но иногда вы можете не так сильно оглохнуть от взрыва гранаты, или услышать чуть больше тихих звуков, испугаться от ветки, которая ударила вам по шлему или наушникам, ну и для радиосвязи. Я использую их со шлемом МИЧ-2001. У него нет рельс, поэтому у меня стандартные оголовья. Звук у Sky Tactical, но порядок выше, чем у ТРА или ТЦА. В своих ТЦА я чувствовала некий дискомфорт, так как там были шумы, нужно было прислушиваться. В этих же наушниках прислушиваться не приходится, слышно все хорошо. Есть, конечно, некоторые незначительные шумы. В левом наушнике есть небольшой треск, но, возможно, это только у меня. В итоге плюсов у данной реплики предостаточно. Первый, это, конечно же, цена. Она достаточно гуманная. Для тех, кто хотел попробовать активные наушники и не разрядиться сразу на А3, это отличный вариант. Также к плюсам хочется отнести качество данной продукции. У меня данные наушники проработали целый сезон. Ни одной проблемы не возникло, работали они безотказно. Ну а качество звука можно отнести как к плюсам, так и к минусам, так как тот, кто попробует данную реплику после ТРА, либо же после ТЦА, будет удивлен звуку, а тот, кто попробует их после оригинальных наушников, будет немного огорчен, так как некоторые шумы все-таки присутствуют. Также к плюсам хотелось бы отнести возможность купить гелевые амбишуры, так как это очень удобно. Ну и стандартное оголовье очень сдавливает при длительном ношении и приносит некий дискомфорт. Поэтому лучше при возможности заменить на адаптеры. Я очень довольна данной репликой и собираюсь в ближайшее время поменять свои Комтакт 3 от ТЦАЙ на Комтакт 3 от Скайтактикл. На этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментарии. Всем пока!